Мы приближаемся к переломным событиям, по всей видимости, к варианту 1991 года, или, кто знает, может быть, к 1917 году, во всех случаях к быстрому или постепенному отступлению российских войск с Южного Кавказа. После этого становится понятно, почему Азербайджан в ультимативной форме дал Армении два месяца времени на подписание договора о капитуляции, где нет Арцаха и где наши границы в пределах 29 800 квадратных километров. Турбулентность и напряжение будут нарастать, и мы, Армения, включая Арцах, приближаемся к чрезвычайной ситуации. В таких условиях никто не может быть лидером, если он не является последователем определенного убеждения и видения. В таких условиях мы слышим только о мирной повестке Никола Пашиняна. «Полюс» никогда не выступал против мира. Однако, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Мир должен обеспечиваться силами самообороны. Для чего нам нужны время и новые надежные союзники? «Международные события требуют сегодня быть готовыми к радикальным изменениям и гибкости, но никак не к переменчивости и бесхребетности. В чем заключается альтернативность того, что предлагаем мы по сравнению с мирной повесткой Пашиняна? Да, заметны определенные подвижки в сторону новых союзников, что, конечно же, приветствуется. Однако, учитывая прежний опыт бывших и нынешних руководителей Армении, когда в одночасье происходили внезапные повороты от европейской ориентации к евразийской, мы не можем быть убеждены в достаточной искренности и достаточной западной ориентации Пашиняна в данном вопросе. Нынешнее поколение армян получило от своих предшественников такое наследие географической, правовой и исторической идентичности, которое наше поколение обязано, повторяю, обязано развивать и передавать следующим поколениям. Ни один деятель, ни одна партия не имеет права разбазаривать его лишь для того, чтобы временно укрепить свою власть. В результате войны 2022 года и заявления от 10 ноября, потери территорий, находящихся под контролем армян, привели к такому уровню опасности даже границ советской Армении, что противник наносит сегодня удары по нашим южным населенным пунктам. Мы с каждым днем теряем географическое наследие. Самая главная задача — укрепление нынешней линии соприкосновения и обеспечение безопасности. В этом смысле достигнутая в Праге договоренность об отправке европейских наблюдателей в Армению является тактически выгодным шагом. Сегодня нужно выиграть время. Однако, если эти договоренности должны стать основой для принятия стратегических решений, то мы не можем принять их. Прежде всего, такие границы не могут обеспечить жизнеспособность нашего государства. Это будет резервацией, какой была Армения, образовавшаяся после Батумского договора от 1918 года. Вы знаете, что в Армении, ставшись сегодня одним из центров международной дипломатии, на столе лежит не только географическая, физическая безопасность, но и правовое наследие наших дедов. И мы должны защищать как физическую безопасность, так и юридическое наследие. В международной практике существует такой сформировавшийся принцип. На латыни он звучит «yutiposidens yuris». На армянский язык это можно перевести следующим образом. «Чем владеете, тем и владеете, так как владеете». Означающий, что у новых, повторяю, новых государств, получивших независимость, та же территория и те же границы, которые были ранее, будучи колониями или зависимыми территориями, в том числе административными единицами в составе других государств. Как правило, старая административная граница, существовавшая ранее на территории вновь образованного независимого государства, становится международной границей. То есть эти, так сказать, 29 800 квадратных километров в пределах административных границ были приняты Николом Пашиняном в качестве основы для делимитации. Этот принцип не является самостоятельным юридическим принципом, так как приобретает свою юридическую природу только в рамках более широкого международно-правового принципа нерушимости границ. Напомню, что, во-первых, Республика Армения не новое государство, во-вторых, это не колония и независимая территория, а оккупированное, или по-армянски, государство, захваченное военным путем. Республика Армения образовалась в результате Сардарапасской битвы 1918 года. А ее границы были определены документами, предложенными специальной делимитационной комиссией Лиги наций, в составе которой была также сегодняшняя Франция. И подтвержденными арбитражным решением Вудра Вильсона. В 1920 году с начала территориальной целостности Армении была нарушена осуществленной большевистской России оккупацией Арцаха. И эта оккупация буквально, повторяю, буквально, была зафиксирована 10 августа 1920 года в Тифлисе в качестве временной войны оккупации подписанием российско-армянского соглашения между делегациями правительств РСФСР и Республики Армения. Вопрос этих территорий должен был быть решен Арменией и Россией. Но вместо этого осенью 1920 года было осуществлено второе нарушение территориальной целостности Армении, совместной кемали-большевистской агрессии, и результаты которой были зафиксированы прообразом Пакта Риббентропа-Молотова московским договором от 1921 года между Кемалем и Лениным, после которого Армения стала оккупированной страной. Распетузьмин.